Ребята, я почти нашел, без чата, я почти нашел, я каждый раз изобретаю, нашел, как можно снимать с помощью вот этого стульчика, снимать на телефон, не держать, при том, что нету штатива и нету второго, нету девушки, которая бы помогала мне держать, смотрите, я почти не закрыл свой потент, конструктор, потент, потенции. Я поставил, все, снимаю, я поставил просто вот эту вот бубку между стулом и вот этой вот деревяшкой в нем, конструкция стула, и он снимает на изобретение, я же говорю, я с детства изобретаю, что жакфреска, был бы мой доволен, но рисунками моими он бы не был доволен, да и мало кто был бы доволен, вот и доволен моими рисунками, жакфреском. Скажи, как будет происходить всемирный коллапс? Просто мне тяжело одному рисовать, мне нужно с кем-то хоть что-то говорить, потому что... Блин, я не принял блок-сетин, потому что у меня здесь его нету, у меня настолько... Сразу рисую, тут ненадолго памяти хватит. Кто может, пришлите мне почту и карту памяти на какую-то как можно больше гигабай, чтобы долго снимал телефон, пока не разрядится. Смотри, жакфреск, который я придумал. Освещение для этого, для башни Ксардоса, он, во-первых, глаз все видит, все видящие оку. Ну ты это выбираешь, да? Да. А во-вторых, здесь он видит все видящие оку, то есть он видит, что происходит вокруг и может наказать кого-то. Ну, короче, все контролирует и освещает еще ночью. А что ты деревья рисуешь-то, кстати, одинаково, как биоробот? Да я просто не знаю, я не вижу ничего, я не могу жить деревья снять, я не закончил, меня выгнал из училища, сказать. Тебе никогда не стать художником пальцем, выбившим лицом. Прошел он высоко, надо было под задницу, может быть, надо было под задницу кнулось. Нет, не надо, это бы ничего не изменило. Видишь, какой парадокс? Я настолько добрый человек был, что он даже под задницу не пнул этому, который тыкнул мне пальцем в лицо и заорал. Тебе никогда не стать художником в училище. И он пошел гордоливо вверх у меня в голову, а я смотрел вслед ему. Я не пришел в голову даже плынуть его под зад, хотя зад у него насиженный. Потому что он сидит все время в своем кабинете, получает деньги, ничего не делает, ничего не создает, ничего не производит. Он создает рабов этой системы, как говорил Разумист. Ну, в общем, Жак Фреско со мной согласен. Согласен со мной. Да, и я еще хочу сказать, что скоро начнется коллапс, это неизбежно, и война начнется. А ты видел мой антивоенный рисунок? Да, я видел. Главное, чтобы как можно больше людей его могли увидеть и услышать речь в бою. Жаль, что у нас нет денег, нет никакой организации, ничего нет. Нас не спонсирует Ротшильд, никто. Я не понимаю, как люди не видят на каждом гос... В любое, возьми просто... Ты просто сам посмотри логотипы любых госкорпораций в России или за рубежом. Ну, в России хотя бы посмотри. Что ты там увидишь? Просто задумайся. Ну, треугольник увидишь там. Три треугольника. Треугольник с глазом. Еще треугольник, еще треугольник, еще треугольник, еще треугольник. Бесконечные треугольники одинаковые. Одни треугольники. Почему они так любят треугольники? просто потому что треугольник знаю просто просто обычный символ такого треугольник это нормально все такого в этом мне нормально треугольнички там везде это нормально обычно это просто ты забей короче на это ты лежак фреской вот и жак резко я них я не не треугольника это нормально да нормально нормально да вот-вот твой символ глаз свечи ты же это хочешь построить да да построим великое общество тебе никогда не стать художником в метро помеха у москве там мужик мне со всей силы как пнет по ноге у меня легкие легкие кеды которые вообще там буквально трип тряпка вообще ничего не защищает были бы ботинки хоть защитила бы от удара взрослый мужик я был с картинами по обе руки были тяжелые картины которые я в москву привез надеюсь там что найти найти какое-то понимание нашел это кое-что о чем не толерантно говорить господи шаг фреска это мужик еще посмотрел на меня так перед тем как выйти я на него смотрел безусловно я злой а он добрый да логика кре закричать в лицо тебя никогда не стать художником и пальцем в лицо идти гордыливо это логика отменная что это добрый человек нормальный логика отменная работает в логике как биороботов я робот считываюсь а логика логично несчастный художник который из последующих суицидом все голодом морил это это роботу не понять это нормально робот посмеется дурак начался суицидом суицид хотел сделать света голодал 20 дней и есть я могу есть люди которые могут это подтвердить и даже фотографии пил только деселированную воду и ничего не ел 21 или 27 не помню есть причем могу у очевидцев спросить прям который без пестрасти не будет врать но и биоробот чё скажешь дурак зачем себе молил голову не поймет я просто не способен на агрессию сидит ежов получает зарплату с налогов просто ничего не делая пристроил задницу ты прав жак-фреско добра ты меня понимаешь лил кеннеди о чем поговорим жак-фреско как будет проходить за что здесь нарисовать не воображение нет лил кеннеди ойгена фреска скажи что-нибудь пожалуйста расскажи зачем америка вступила в войну с германией кто на этом обогатился от свободы фашизма это америка как они сделал как они пошли американский народ нормальный не один американец нормально не хотел войну вступать знаешь кто хотел про их правительство и банкиры и прочее еще кое-кто кто нажился на этом потом они от отнюю американского народа после войны 40 примерно половину этого промышленности просто вот теперь там все истасия как просто чё ты думаешь весь не бури чё ты будешь как все плохо умею рисовать жак резко пожалуйста скажи как рисовать как что здесь нарисовать подскажи пожалуйста так что здесь здесь ферма лабарта да здесь башня как садоса здесь водоем здесь должны быть горы по идее да но дам как должны быть горы вот правильно правильно да как думаешь здесь оставить так ли сделать по себе чувствуешь сок свежевыжатый то есть он чашний белокочанной капусты и занижает давление очень сильно я не принимал я не хочу перестать вообще принимать реактивизаторы потому что мне как-то везет я понимаю только за того что принимал из-за того что побочные эффекты от нейролептика и обратно захватывать лекарств вот водоем да похоже на объем как нарисовать мы даем так здесь гора и здесь должна быть такая вот дайте пещера что-то диска и брал читает брал что она обокрал бедных простых изобретателей которые носили на свои изобретения я думаю этот считаю лично их нужно реабилитировать нужно поставить памятник а его свергнуть школе изучает как думаешь ты же сам столкнулся с тем что твои изобретения все присваивали компании ничего тебе не давали да давай муштейн воскресим накажем там офигел понял муштейн как думаешь после смерти что ты разговаривал со штейн не спаси его почему ты воровал изобретение у нормальных людей которые изобрели них первыми почему ты не спросил потому что тебе пофиг как-то а уже преской мне без разницы на этом числе ему все равно абсолютно без смысла ничего ничего нет ничего никакая медицина здесь не работает ты можешь от пресса сделать чтобы медицина у нас заработала хоть что-то можешь сделать здесь в городе нет понятно спасибо жак-фреско за помощь если ты хочешь пойти сходи к администрации там тебя пнут под зад ногой тебе вот так нравится нет ты могла как-нибудь хитростью сделать так чтобы администрация что-то разрешила мне рисовать город и сделать из города чудо света чтобы сюда съезжались туристы со всего мира чтобы он стал самым богатым городом в мире ты можешь ты считаешь что это может сделать жак-фреско ли да а ты можешь сделать так чтобы администрации и власть и мущества могли разрешить это и не ну прям сделать так чтобы это произошло и никто не мог это разобретить это на сто лет тысяч лет было чудо света я буду за свои средства рисовать можешь сделать и он задумался подумай об этом жак пожалуйста ты можешь поговорить с каким-нибудь владельцем магазинчика которого есть стена которого принадлежит не государству а ему частная собственность чтобы я разрисовал его стену и к нему повалили клиенты потому что это нечто красивое нечто новое интересное не вырверголазное тупая реклама банальная это дизайнерское похоже на пещеру нет не похоже на хрень твой будет угорать понимаешь будет жар скажет что это ты нарисовал смеяться над тобой да да не знаю ну по крайней мере меня может не забьют хотя бы за это потому что я пещерную нарисовал там говлю без себя здесь кстати лес по всю здесь вот вообще горы вот да вот идут горы горы вот так горы бесконечно ой Жак Фреско пожалуйста договорись хоть с одним я тебе подарю этот рисунок это договорись хоть с одним я короче буду твоим последователем договорись хоть с одним владельцем магазинчика в городе ты видишь какие стены разбиты там магазин стоит посреди разбитых грязных стен некрасивых пожалуйста договорись чтобы это он он понял что прибыль ему принесет если я разрисую его стену можешь да Джак Фреско да мне нафиг не нужен твой рисунок я лучше нарисую да я понимаю просто не может договориться ладно ладно я пытался договориться там ничего не получилось мне веет такой ух высунулся знаешь так может мне не веет похож ух я ему сказал пытался объяснить на видео это снял выложил может посмотреть он сказал нет не надо мне ничего ничего не надо ничего не надо никому понимаешь вот ты жак Фреско понимаешь понимаю понимаю потому что у меня мои проекты тоже особо там как вообще к рот шлюк относишься ну смотри вот если бы ты построил свое общество ты бы разрешил мне рисовать на улицах на стенах города пейзажи киноками а? да или нет скажи? да я понятно что ты скажешь да или нет в реальность не знаем что будет как найти девушку как найти девушку жак Фреско? многих интересует этот вопрос хорошо хорошо сейчас я расскажу как найти девушку нет ты расскажи как не в Америке найти девушку не а в России в провинции сейчас хорошо сейчас я жак Фреско расскажу как найти девушку это многих интересует потому что ни у кого нет девушки в России ну многих многих нету короче смотри покупаешь берешь короче тебе нужно стать олигархом как Сечин смазливую внешность сделать себе какое-то такого Егора Крида или у кого там как его там зовут и популярность нужно добиться такой как у Путина и затем ты должен с саплей прыгать ну после этого тебе ни одна девушка не будет писать подходить первые ни в коем случае никогда тебе не обратить на тебя внимание яхты там у тебя несколько этих короче особняков там все вообще здесь всем миром владеешь а в России степлеешь как бы ни одна девушка на тебя не посмотрит потому что ты русский человек как бы что делать тогда я спрашиваю ну нужно цаплить прыгать вот так оп так прыгать сапли это тоже интересное упражнение так прыгаешь сапли перед ней с цветами с букетом миллион миллионов роз надо купить миллион за 666 рублей за 6 тысяч 666 тысяч 666 рублей именно и подарить и на колени встать на коленях по огромной такой грязь грязи там высоту огромную с цветами подняться на коленях и ноги целовать и нужно сказать я твой рак бесконечно в это время будет целоваться с другим в это время другой мужик ну какой-нибудь насранец или будет трогать там за разные места говорить ей эй пошел пошел от сюда эй пошел фу пошел от сюда а ты говори я все равно тебя люблю и она скажет пошел отсюда ты русский ну мне скажет пошел отсюда ну короче жак фреско говорит так она скажет ты скажешь я на коленях тебе миллиарды принес борцы а ну в принципе можно ну ладно короче она тебе ну ты сначала должен жениться ты женишься и она сразу в первый день у тебя все заберет все деньги алименты на тебе поставят тогда ты должен найти следующую жену искать жену которая тоже у тебя все элементы соберет ты будешь платить короче и вся страна будет платить алименты женам твоим правильно? жак фреско говорит ну не знаю никто в это не поверит ну в общем это а потом она тебя выпнет ты будешь бомжом и мы все россияне будем в нищете мы уже уже гречка стоит во сколько а жены этих олигархов разводятся с ними и этому этому его криду приходится цапли прыгать там извиваться змеей чтобы на него россиянка обратила внимание это нормально в россии это нормально сумки носят тяжелые это нормально в других странах женщины считают что это унижение если мужчина берет сумки она что сама не может что ли для них это унижение в других странах если ты оставишь что-нибудь на улице то это никто не заберет мне сказала тайка она носила сумки я говорю давай я вносить я должен на силу потому что там женщины так считают а у нас считается что мужчины как бы у нас патриархат и короче потом эти все жены они сделают себе ну там в Турцию еще куда-нибудь поезут там детей сделают себе жить в особняке россияне будут голодать а они будут смеяться на россиян вот и все а как начнется коллапс а он никак не начнется уже не начнется коллапс он начнется но мы ничего не сделаем короче ладно что-то тяжело слушать это все ты понимаешь что тебя могут распять за это за твои речи да понимаю как фреска расскажи вот в обществе будущего кем бы я был ты был бы паразитом мертвым тебя убили за то что ты не работаешь нифига ну а если я рисую просто рисовать а хрена с 2 тебе рисовать каждый может рисовать я хочу просто рисовать мечта а хрена с 2 что ты хочешь ты продукт общество я родился в гопническом дворе и одни гопники такое какой я продукт продукт общества вокруг одни гопники были они гопники бесконечные гопники бандит повсюду собачий туалет шприцы бутылки сиди сплошные наркоманы взрослые люди алкаши какая 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 среда я вырос художниками не курил не пил какого черта что ты несешь как ты можешь это объяснить а шапфреско почему я вырос во дворе проходном дворе где одни наркоманы где одни гопники от битвы которых даже в америке не встречал я вырос при этом художник меня били там или еще что то а я рисовался продолжал рисовать меня учат на меня каждый раз они курили сидели в подъезде каждый раз издевались они издевались ну короче это что ты скажешь на это а бля это ну это просто ты короче забьем на это это просто исключение справа у меня зрения нету нифига я рисую он скажешь ты дурак просто ты дурак фреско сказал что ты дурак ты должен был стать гопником как и все нормальные люди я говорю да я больной дурак я не стал гопником я просто рисую никому не нужны картин а эти гопники они там тусуют все на подписках понимаешь что ты сейчас рисуешь оружие что ли какое то что это такое вообще ты что офигел куда она стреляет я хочу сделать это обсерваторию хочу сделать короче оружие будет стрелять чтобы в орков попадать вот за башню она атакует орков которые в лесу она так туда стреляет в лес понимаешь что-то ты стал агрессивным конечно и агрессивным а вот эти кто издевались надо мной кто мои рисунки уничтожили они не агрессивны нет это добрые люди это добрые люди кто крик-крик-кликнул мне тебе никогда не стать художником и пошел высоко задр в голову получать дальше деньги с налогов сидеть на заднице получать взятки это добрый человек да добрый а ты единственный злой плохой человек на этом свете александр 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 короче здесь нужно какие-нибудь защитные сооружения от орков я вчера это шел домой там один орк ну человек точнее один с сигаретами рту и ну лицо у него как зомби был на самом деле здорово он такой дверь открыли мне прям по голове он сказал блядь 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 вот так сказал блядь понимаешь понимаешь если бы я был мужа если бы ты был на его месте ты бы тоже сказал если бы ты сбитался на него так а почему ты не можешь организовать так чтобы я сидел и рисовал мелками а то очередь огромная как в Мавзолей Ленина с детьми со своими чтобы они не выросли отморозками в орками смотрели как я рисую чтобы дети разбирали мелки мои и рисовали тоже чтобы они приучались к чему-то хорошему почему ты не можешь это помочь почему как фреско ты можешь забрести лечение сетчатки морковой дистрофии глаза нет нет спасибо ты помог мне ты 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 Продолжение следует...